Птичьи хозяйства развернули работники реабилитационного центра «Спасатель» в Читинском районе. Там разводят перепелов. О том, какую пользу учреждению приносят пернатые, узнавали наши корреспонденты. Это шумное птичье семейство появилось в реабилитационном центре три года назад. Тогда, конечно, численность перепелов была куда меньше, да и о таком разнообразии пород только мечтали. Сегодня здесь и маньчжурские, и техасские, и японские перепела, и даже фараоны. Например, вот эта птица техасской породы отличается крупным весом. 160 граммов, едва ли они в половину больше в сравнении с другими собратьями. Хотя питаются все перепела одинаково, три раза в день. Перепелов мы кормим специальным перепелиным кормом, готовым перепелиным кормом. В этот корм входят все витамины, в общем, он готовый все уже со статкой. Даем им добавки еще ракушку. За перепела не ухаживать, ну, в общем-то, сложновато, конечно, требуют они очень много отдачи. Их надо и напоить, и накормить вовремя. В день перепела дают почти 140 яиц. Часть отправляется на продажу и приносит в бюджет реабилитационного центра примерно по 15-17 тысяч рублей в месяц. Другая часть яиц идет в пищу детям, которые проходят в учреждение реабилитацию. Во-первых, никаких болезней не существует. То есть салюминоза, то есть что у куриных, какие болезни есть с куриного яйца, у перепелиного такого нет. И, ну, по витаминным качествам тоже оно как бы лучше куриного яйца. Сегодня в Перепелятнике живут 670 таких полезных птиц. На подходе новый выводок. Работники центра стремятся увеличить численность стаи до тысячи. Татьяна Окладникова, Дмитрий Денисов, Вести, Чита.